Всем привет! С вами снова Юлиан и это канал RCS Cool Models. Решил я испытать свой давно залежавшийся контроллер PESCHAVK на 450 квадре, перед тем, как устанавливать его на GECU TARRA 690 PRO, проверить его на работоспособность, проверить все его функции, так как не хочется разбить дорогую раму. И заодно по многочисленным просьбам решил запереть видео по его настройке. Сегодня у нас будет серия, посвященная подключению PESCHAVK, минимальной и основной настройке для того, чтобы поднять квадрокоптер в воздух. В дальнейшем на моем канале будет выходить раз в неделю видео, посвященное контроллеру PESCHAVK, вне зависимости от других проектов, где мы коснемся уже более глубокой настройки, полетных режимов и других функций этого замечательного контроллера. Так что следите за каналом. Итак, давайте приступим к подключению контроллера. Вот такой комплект у нас сегодня для установки на квадрокоптер. ПИКС, к нему бузер и свитч. Обычно они идут в комплекте вместе с контроллером. Приемник радиоуправления, конечно. Телеметрия 433 МГц, мощностью 500 мВт я взял на этот раз, потому что надоели все эти 100 мВт слабомощные телеметрии, которые бьют максимум на 500-700 метров. Кстати, по отдельности потом их протестим на дальность. Вот такой GPS, QAV, не знаю, как фирма называется. В общем, дорогой GPS, не знаю, зачем я взял такой дорогой. МН-8 Ублокс, но показал себя на испытаниях очень хорошо. Бывает примерно 14-17 спутников, использует как GPS, так и GLONASS. Точность его очень порадовала. Но цена, конечно, по-моему, если не ошибаюсь, 62 доллара. Довольно-таки дорогой GPS. Но комплектность у него также очень хорошая. Очень хорошая стоечка в комплекте. И тут даже три шестигранника для установки. То есть и стоечка такая, что не проворачивается, не крутится, не люфт. То есть очень по фирме сделан GPS. Понравился. Но цена, конечно, да. Хотя, конечно же, GPS – это неотъемлемая часть контроллера и очень важная. Ну и стандартный Power-модуль вместе с БЭТом. Первым делом мы устанавливаем флешку в наш контроллер. Я использую трансы 4 ГБ. Очень часто в китайских клонах уже идёт в комплекте флешки 4-8 ГБ. Но будьте бдительны, так как китайские флешки, которые идут в наборе, очень часто бывают фейковыми. Определяются как 4-8 ГБ, но на самом деле там 512. Поэтому при прошивке у вас могут быть проблемы. Поэтому лучше на всякий случай взять нормальную флешку хорошей фирмы. Флешку необходимо перед установкой отформатировать, сделать полное форматирование в файловой системе или FAT32. Всё. Далее мы подключаем свитч в разъёмчик свитч и бузер. Далее мы подключаем телеметрию в разъём телеметрия 1. Во второй разъём телеметрия 2 мы будем подключать в будущем ОСД. И GPS. Сначала подключаем компас. И в разъёмчик GPS. И да, будьте внимательны при покупке GPS и телеметрии. Так на АПМе шли 5-пиновые разъёмы, а на пискавке 6-пиновые. Допустим, в комплекте к этой телеметрии шло два провода. Один под АПМ 5-пиновый, другой под PIX 6-пиновый. На это тоже следует обратить внимание. Иначе придётся переделывать. Теперь подключаем пауэр-модуль. Очень плотно он сюда входит. Всё. И аккуратненько его устанавливаем во внутрь рамы. Далее подключаем приёмник радиоуправления. Для подключения нам необходим приёмник с S-базовым выходом или PPM выходом. Если же у вас обычный приёмник с PWM, вам необходим будет PPM-энкодер. Кстати, в комплекте с этим PIX PPM-энкодер шёл в комплекте, но я его где-то затерял или установил, уже даже не помню. И при установке PIX и подключении необходимо учитывать то, что у него перед не вот это, а вот это перед. То есть перед квадрокоптером будет смотреть в ту сторону. Подключаем S-баз и PPM-выход к входу RC. Здесь у нас есть на панельке написано S-баз RC. S-баз на самом деле у нас не вход, а выход. Поэтому к RC подключаем как PPM, так и S-баз. И ещё надо смотреть, так как на контроллере минус сверху, а сигнал снизу. То есть следует не перепутать. И осталось у нас подключить моторы. Моторы подключаем к MINE OUT. Эти выходы у нас используются для подключения серов и разных управляющих устройств с помощью серового механизма. Подключаем моторы в следующем порядке, вот как на картинке. Верхний, правый луч мы вставляем в первый выход. Опять же, учитывая то, что у нас минус сверху. Нижний, левый луч мы подключаем во второй выход. Левый, верхний луч подключаем в третий. И, соответственно, правый, нижний в четвёртый. Всё, наш контроллер подключен. Теперь осталось его прошить и настроить. Теперь подключаем наш контроллер к USB. Заходим в свойства системы. Диспетчер устройств. Наш контроллер должен определиться как COM-порт. В данном случае COM-4. Если не определяется, по необходимости устанавливаем драйвера. Теперь открываем на меньшем плане. Выбираем необходимый COM-порт. Заходим в Installs YouTube. Всё, теперь прошиваем контроллеры. Выбираем нашу раму. В данном случае у меня квадрокоптер X. Можем прошить последнюю версию по умолчанию. Или выбрать, допустим, из списка прошлую версию. Выбираем прошлую версию. По-моему, самая стабильная считается 3.2 сейчас. Но я поставлю самую крайнюю. Интересно её протестить. Выбираем квадрокоптер. Сейчас он гнется. Ничего страшного. Всё, прошивка прошла. Всё, контроллер прошит. Сразу USB-шнур не вытягиваем. Ждём, чтобы перезагрузился контроллер. Контроллер. Всё. Теперь можно вытягивать шнур. Подключать USB-телеметрию. И все настройки проводить через телеметрию. Так как это более удобнее. Если нет телеметрии, то, конечно же, можно проводить все остальные настройки через USB-шнур. Так, телеметрию подключили. Можно подключать аккумулятор. Заходим, опять же, в свойства системы. Биспетчер устройств. Проверяем, чтобы телеметрия наша установилась. Вот он 3. При необходимости также ставим драйвера. Ссылочку на все драйвера, как на контроллер, так и на телеметрию, я оставлю под видео. Чтобы вам упростить работу и поиски. Теперь запускаем в меньшем плане. Выбираем комп-порт 3. Скорость должна быть 57600. Заходим в инсталл. И проверяем нашу телеметрию. Загружаем настройки. Все, настройки загрузились. Теперь важно поменять мощность телеметрии. Особенно, если у вас 100 милеватт. Очень часто по умолчанию стоит всего лишь 11 мощность. Ставим на максимальную мощность 20. У меня здесь 500 милеватт. В принципе, уровень 11 будет достаточно. Но поставлю максимальную. Так, хочу проверить дальность. Все, теперь можно нажимать connect. Вот пошла загрузка параметров. Все,ответственно. Продуктивно. Темною. Поз porkи. Темною. Темною. Первым делом заходим в config, в full-parameter list, отключаем gps game и ищем вкладку gps autoswitch, ее также обязательно отключаем, так как по умолчанию здесь рассчитано, что будет подключено два gps и автоматически будет переключаться на тот gps, где лучше сигнал. Так как я использую один gps, лучше эту функцию отключить, так могут быть проблемы. Все, обязательно записываем параметры. Заходим в flight data, проверяем, все у нас работает, можно переходить к настроечкам. Заходим в install и теперь по порядку в каждой вкладочке производим настроечки. Frame tip, выбираем тип рамы, у нас в данном случае все правильно. X. Теперь калибруем акселерометр, нажимаем кнопочку calibrate, ставим ровненько наш квадрокоптер, нажимаем кнопочку, ставим на левую сторону квадрокоптер. на правую, теперь носом вниз, теперь носом вверх, теперь вверх ногами. Все, калибровка завершена, теперь выравниваем уровень, опять же ставим на ровную поверхность и обязательно выключаем голосовое сопровождение в mission planner, потому что у меня сейчас просто достанет планер. все есть. Далее, калибруем компас. Выбираем внешний компас, по стандарту обычно rotation roll 180, где компас припаян верх ногами. В моем случае для моего GPS и компаса надо поставить rotation now. Нажимаем live calibration, окей. Теперь вращаем коптер в лобной плоскости, по два раза на каждой стороне. Теперь на каждом луче вращаем, на одном, на втором, на третьем. смотрим, чтобы заполнились все белые точки. Красная точка указывает, в каком положении находится наш компас. На этом луче. и вверх ногами. Все, все белые точки заполнены. Нажимаем до. Так, теперь заходим во flight data и проверяем правильность направления компаса. Берем свою знакомую местность, чтобы проверить, правильно ли показывает направление компаса. Посмотрим, что за... Опять какие-то проблемы с Google картами. Оно поменяем на Яндекс. Сателлитмап. Не знаю, почему в последнее время мою местность просто нельзя посмотреть на миссион планер. Так, Яндекс. Сателлитмап. Есть. Все. Так, на дорогу. Да, правильно показывает направление компаса. Все. Можем проходить следующий настройщик. Переходим во вкладочку калибровки радио. Теперь включаем нашу аппаратуру. Сначала проверяем правильность работы стиков и в миссион планер. Проверяем ГАЗ, РОЛ, ПИЧ, ЯВ. Если не совпадают каналы, то меняем местами каналы в настройках самой аппаратуры. Итак, переходим к калибровке. Да, и еще учтите, когда поднимаете стик ПИЧ, то в программе он должен пускаться, а не одновременно подниматься. Если у вас поднимается вместе с стиком, то сделайте инверт канал. Нажимаем кнопочку калибровать. И теперь каждым стиком в каждую сторону по несколько раз вводим, чтобы откалибровать радио. подключаем. Так, какие каналы еще подключил. Кто-то не подключал. Все, ставим стики по центру. И нажимаем клик. Все, аппаратура откалибрована. Далее переходим в вкладочку «Flight Mode». Я установил трепозиционный переключатель на этот режим. У меня будет основной режим «Стабилизация». «Стабилизация». Далее поставим «Position Hall». И кнопку «RTL» возразному сохраняем. Все остальные режимы буду переключать уже на самом смартфоне. или чуть позже поставлю себе шесть кнопочек для переключения режимов без хавта. Сходим в вкладочку «Flight Save». Здесь есть возможность настроить автовозврат по проседанию заряда аккумулятора. То есть, здесь уже даже все у меня стоит. Возврат домой. Минимальное напряжение ставим, при котором автоматически его возвращается под ракоптер. Все. Дальше заходим в следующие вкладочки. Телеметрию мы уже проверяли. «B3 Monitor». Так, вот здесь мы ставим «Вольтаж» и «Ток». Выбираем или «3D Power Model» и убираем наш «Писхавк». После этого заходим в вкладочку «Flight Data». Смотрим, какое напряжение показывает у нас на экране. в данном случае 15,73. И измеряем заряд нашего аккумулятора. Лучше, конечно, сделать с помощью тестера. Ну, сейчас, чтобы не доставать тестер, измеряем с помощью качалочки. 15,6. 15,73. Плюс-минус, в принципе, правильно. Потом уже более точно откалибрую. Чтобы откалибровать более точное напряжение, заходим опять же в эту вкладочку. Выбираем другой. И вот сюда прописываем нужное напряжение, которое на самом деле есть на аккумуляторе. Нажимаем Enter. Так, далее. «Компас мод». Довольно-таки спорная функция. О ней, наверное, позже потом сделаем видео. Пока мы делать компас-мод не будем. Достаточно проверить просто влияние моторов на компас. Так как у меня на стоечке, я не думаю, что будет какое-то большое влияние. Можно даже проверить в флайдате. Вот. Показывает направление компаса. Армим контроллер. Даем газ и смотрим на стрелочке компаса. Как видим, никаких отклонений нет существенных и вообще в принципе нет. Так что можно не волноваться насчет компас-модра. Так, далее. Переходим опять в install setup. Все остальное, в принципе, нам пока не надо. Парашют мы тоже не будем использовать. Далее заходим в config. Здесь мы уже выставили режимы. В этой вкладочке можно настроить ограничение полета квадрокоптера заданный радиус. Допустим, если активировать функцию, вот здесь можно выставить 300 метров. И за этот радиус квадрокоптер улетать не будет. Также выставляется максимальная высота, при которой буду возвращаться. Минимальная высота, вернее. Пиды мы пока трогать не будем. Пиды мы настроим уже в следующем видео. И сделаем автотюн. Так, здесь мы все настроили. В принципе, все. Теперь можно откалибровать наши регуляторы оборотов. Для того, чтобы откалибровать, надо отключить питание у квадрокоптера. Ставим газ на максимум на аппаратуре. Теперь включаем. И должен появиться длинный звук. Не всегда входит в этот режим. То есть надо попробовать несколько раз. Вот. Теперь нажимаем кнопочку. Регуляторы вошли в режим калибровки. И газ вниз. Все. Наши регуляторы откалиброваны. Еще раз перезапускаем контроль. И проверяем, срабатывают ли одновременно наши моторчики. Все. Да, еще надо будет отключить функцию вращения моторов при арме. Мне это не нравится, допустим. Заходим. Install. Tube. В конфиг вранье. Full параметр. List. Я знаю, что многие тоже не любят, когда запускаются моторы при арме. Ищем. Мотор. Spin. Как-то так называется функция сейчас. Так, вот. Mod Spin Arm. Здесь выбираем 70. Это очень медленно вращается. 100. Медленно и быстро. Конечно, отключаем. Ставим нолик. Прописываем нолик. И не забываем нажать записать параметры. После этого надо еще раз перекалибровать наши регуляторы. Проверяем. Армием. Все. Наши моторы не вращаются. Все. Можно выходить на улицу и проверять, как летает квадрокопчик. Проверяем. Ждем загрузку. Ждем, чтобы словил спутники. Вот сейчас ловит он спутнички. Все. Когда зеленые, спутники словлены. Словлены. Кармим. Как видите, квадрокоптер сейчас тянет вперед, поэтому делаем автотрим. Чтобы сделать автотрим, нужно удерживать. Нужно армить где-то 15 секунд. Все. Сейчас загорелись много раз разные лампочки. Теперь взлетаем и удерживаем в горизонте наш квадрокоптер около 20 секунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Когда лампочка опять загорелась зеленым, значит автотрим закончен. Теперь можно еще раз проверить, ровно висит стабилизация или нет. Еще раз армим. Взлетаем. Все. Теперь его никуда не тянет, он летит ровно. Проверяем гпс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, пиды надо будет настраивать, но это мы будем делать уже в следующем видео. А на сегодня все. Ждем следующего видео по настройке пидов на писхавке. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Пока! С вами был Юлиан.